Андрей, привет! Привет, да. Несмотря на все технические сложности, мы все-таки вышли в этот эфир. Ура! Ура, да. Сегодня мы общаемся с Андреем Ораловым, это студент первого курса направления программной инженерии. И будем задавать тебе вопросы. Андрей, почему ты выбрал направление программной инженерии? Программной инженерии? Ну, наверное, стоит начать с того, почему я выбрал МИФИ. Да, отлично, давай. Ну, вот так сложилось, что у меня не хватило баллов, чтобы поступить на физтех, что было моей первоочередной целью. А среди других вузов, ну, некоторые я отсек по разным причинам, которые мог. В итоге у меня шел самый долгий выбор между МИФИ и МГУ в МК. И туда и туда я проходил. В общем, выбрал я МИФИ. Это было достаточно спонтанное, можно сказать, решение. То есть я думал-думал долго, но в итоге сделал вывод не из каких-то объективных составляющих, а субъективных. Ну, в общем, я пока не жалею, безусловно. Но просто говорю, что лучше, наверное, все-таки делать выбор объективно. Но у меня не получилось. Понятно. А почему программная инженерия? Программная инженерия? Ну, тут тоже такой момент. Я внимательно слушал то, что мне говорит в приемке, в чем мне говорят. Слушался то, что у нас на программной инженерии больше всего занимаются всякими искусственными интеллектами, как мне сказали. И такой, ну все, погнали туда. Как-то так. Но в итоге я сейчас хочу переводиться на ПМИ, скорее всего. А по какой причине? Ну, из-за разности программ. Вообще то, что я хотел бы посоветовать всем абитуриентам, это меньше слушать то, что вам говорят во всяких официальных и не очень местах. А больше просто сидеть и читать учебные планы. У вас будет ровно то, что написано в этом неудобно читаемом документе на официальном сайте. Да, учебные планы очень важно читать, конечно. И их разбирать. И это должно быть как бы первым признаком. А что там дальше говорят? Они могут говорить что угодно. И это совсем не обязательно будет сбываться. И это уже как бы известно. Да. Вот, например, тот же самый простой факт, то, что мне обещали то, что будет спокойно возможен перевод после первого семестра, после чего угодно, между направлениями. Но оказалось, ну там нету бюджетных мест, и все, и перевод невозможен по объективной причине. И все. Да, да. Да, это есть такой. Есть такой вариант. Я согласна с тобой. И да, но на прикладной математике и информатике, наверное, больше именно математических специальностей, да, связано с математикой. И поэтому, возможно, тебе это ближе, да? Вообще еще нужно сказать сейчас, что сейчас мы опять перевели на Лаплас. Там теперь еще больше физики будет, еще будут всякие лапы по физике. Ну, то есть то направление, на которое я буду переводиться, оно будет не то, на которое сейчас люди будут поступать. То есть они как бы разумны. То есть пока еще неизвестно, насколько сильно изменится программа прикладной математики и информатики. И это нужно, конечно же, уже уточнять не на ИИКС, а уже на Аллоплазе, да, ты прав. Это просто все инфа для абитуриентов, пусть слушают. Конечно, правильно. Все правильно говоришь. Ну, я тебя поняла, отлично. Давай перейдем к следующему вопросу. Вообще, как проходила твоя адаптация в первые дни? И что было непривычнее всего? Что было интереснее всего? Как это все происходило? Расскажи. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, адаптация, если честно. Ну вот смотри, то есть ты учился в школе, ты приходил в школу, там были учителя, ты готовился в ЕГЭ. Сейчас уже другая атмосфера, пары, как-то, не знаю, новые люди, все новое, новый подход к образованию. И вот как ты к этому адаптировался? Ну, я учился на домашнем обучении, и подход сильно новым для меня не показался. То есть я был достаточно готов, я примерно так себе это и представлял, учебу в УЗе. Адаптация вообще я не заметил ничего. У меня нету разницы в часовых поясах от моего города до Москвы. Нету ничего, и я вообще не заметил никакой адаптации. И я не скажу то, что кто-то из моих друзей, знакомых, как-то из-за этого беспокоился. То есть у всех, кого я знаю, все прошло очень мягко, гладко, спокойно. Ну а вот знакомство с группой, как проходило? То есть очень быстро, гладко, да, это все прошло. Ну, достаточно, да. Ну, у нас кураторы молодцы. Вообще кураторская система мне нравится, конечно, в МИФИ прикольная тема. Это да. Ну вот. И с группой тоже хорошо было, да. И с потоком. Да, если кто не знает, то в МИФИ есть система кураторства. Это, то есть во многих университетах кураторами могут поставить аж преподаватели. В отличие от МИФИ. В МИФИ кураторами являются студенты старших курсов. И они могут вам чем-то помочь, подсказать. Также как формально... Пригласить пиццу покушать. Да? Что ты хотела сказать? Пригласить пиццу покушать. О, да, пиццу покушать тоже. И всякие игры поиграть, да. То есть вы можете у них спросить какие-то формальные вопросы, так и неформальные вопросы. Это гораздо лучше. И... Вообще очень много чего могут, на самом деле. Да, да, да. И помогают с оформлением лаб по физике. Особенно. Ну, слава богу, у меня это обошло. Да, у тебя этого нет, а у меня было. И очень много. Да. У меня зато были лабы по химии, но как они были? У меня было две лабы по химии, а потом начался коронавирус, и лаб по химии не было. Да, ты очень сильный человек, я думаю. Понятно. Да. Хорошо. Поняла твой ответ на этот вопрос. И в этом году учебная проектная практика стала обязательным предметом, обязательной образовательной дисциплиной. И расскажи, каким проектом ты занимался в первом семестре, каким занимаешься сейчас. Точнее, занимался во втором семестре, потому что уже закончился он практически. Чему ты научился благодаря паретной практике? И какие знания ты применял на практике, уже из полученных, например, в мифе? Ну, я занимался нейронными сетями, машинным обучением, начиная с первого семестра. Попал к научному руководителю, к замечательному Александру Геннадьевичу Трофимову. И, ну, вот этим и занимался. Первый проект у меня был больше связан с обработкой изображений, ну, и чуть-чуть нейронных сетей, потому что я там теоретическую базу только подтягивал по Матану, по Линалу. А второй я уже более углубленный именно в сети, эти самые, как это там, сверточные, чуть-чуть рекуррентные. Ну, в общем, там уже такие интересные очень вещи начались. И, да, в общем, это было круто. Проектная практика – это круто. Но, вот, как ты сказала, ее сделали обязательной. А она раньше не была обязательной, да? Да, раньше она была не обязательной, а по желанию. То есть студент мог выбрать себе тему и писать проектную практику. Ну, я так понимаю, не так много людей действительно этим занималось, да? Да, да, ты согласен. Ну, вот мне кажется, это даже лучший вариант. То есть, как мне кажется, даже лучше, если бы она бы оставалась необязательной. То есть я не вижу смысла… Вот есть люди, которые… Не сказать, что прям отрицательно к ней относятся, но которым она не нравится, скажем так, проектная практика. И я не вижу никакого смысла их принуждать ей заниматься. Вообще никакого. Это не идет им на пользу. Это лишняя морока преподавателям и лишняя трата времени для них. Но если люди считают и часто действительно правильно считают, что они могут сами это все делать, и им так удобнее, то зачем их к этому принуждать? То есть этим мы разгрузим преподавателей, и они смогут больше работать с теми, кто хочет. И это будет более эффективно. И этим студентам будет проще. Ну то есть, в общем, самому нравится проектная практика, на мой взгляд, она была бы необязательной. Я поняла твою точку зрения, но смотри, то есть зачем это ввели, то есть как раз-таки для практики студентов. Да, есть студенты, которые хотят и которым это нравится, и это очень круто. Я безумно рада за них, ну и рада, что у них есть такое желание. Есть студенты, которые, возможно, бы хотели, но, возможно, думают, что у них не хватит времени. Или, ну как бы, то есть, есть люди, которые просто боятся перешагнуть этот страх и просто не берут это. Есть, да, люди, которым это не нравится, да, но дело в том, что всем нужно как бы приучать себя, уметь списать научные работы, возможно, потому что это пригодится потом для написания диплома. Плюс ты можешь получить также дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. То есть это просто как бы получение опыта. Тут уже зависит вопрос от именно темы. То есть нужно, чтобы студент мог выбрать тему, которая будет ему интересна. Вот это, кстати, тоже не всегда возможно. Вот я встречался с такими ситуациями, что вот в этом году из-за того, что слишком много все это было перегружено, получалось, что людям выпадали темы, которые им неинтересны. Но это было не на моем в основном направлении, это было на направлении ПМИ. Поняла. То есть там действительно такое было возможно, и это было не очень круто, объективно. Да. Но вот у меня вопрос. А вот ты встречала таких людей сама вот лично, которые, как ты говоришь, просто боятся перешагнуть, чтобы это делать, но которые считают, что, ну, может, наверное, это хорошо, но я просто боюсь. Вот ты встречала таких? Нет, понимаешь, есть вот как бы желание это сделать, да, но люди просто как бы не знают, куда обратиться, возможно, или к кому подойти. Таких ты встречала? Лично я таких не встречала, вот. Я знаю людей, которые именно делали проектную практику по желанию, то есть с моего потока. Но, опять же, таких людей было немного, просто по той причине, что это было как бы, то есть даже не настолько распространено, и об этом даже не все знали в тот момент на самом деле. Ну вот нет, нужно, конечно, делать, чтобы об этом все знали, безусловно. Да, безусловно, да, я с тобой согласна. Вот, но то, что ты занимаешься нейронными сетями, это очень круто. Вот, у тебя будет предмет, а точнее, на программной инженерии есть предмет нейронные сети, вот, и также, кстати, он был у меня на ПМИ вот в этом семестре, и мы занимались нейронными сетями. А ты этим занимаешься уже на первом курсе, и это очень круто. Александр Геннадьевич ведет, да, как раз? Да, да, все верно, Александр Геннадьевич. Хорошо. И какие, то есть эти все знания для тебя были абсолютно новые, правильно? Которые ты получал? То есть тебе научный руководитель давал какую-то литературу, может быть, какую-то почитать, и какие-то наводки по твоей работе? Да, и можно было с ним достаточно свободно обсуждать свое понимание. То есть приходишь и рассказываешь, вот я вот это, вот это, вот думаю так. Это действительно так? А он такой говорит, нет, это не так, это вот так. Да, это очень круто. Но важно понимать, что это все-таки ты сам все делаешь, а он только помогает. Да, конечно. Ну, то есть, если говорить о более старших курсах, то как бы проектная практика, а точнее подготовка к написанию научного диплома вот проходит как раз-таки на шестом семестре. И вот могу сказать с тобой абсолютно права, потому что у нас проходило то же самое. Вот, все, спасибо. И давай следующий вопрос, точнее немножечко расскажу, потому что уже 23 сентября, то есть ты только поступил. Ты уже участвовал в Кубке Нияо Мифи по спортивному программированию и стал победителем, одним из победителей среди первого курса. Также ты участвовал в Хакатоне, в ИАТе Мифи, это филиал Мифи в городе Обнинске. И расскажи немного об этих соревнованиях и вообще как проходила твоя подготовка к ним и что необходимо знать для того, чтобы участвовать в подобных соревнованиях. Ну, говоря про Кубок по проге, это было чисто спортивное программирование, естественно, и те, кто будут в нем участвовать, я думаю, знают, что нужно знать. То есть я просто участвовал, потому что я еще в школе занимался спортивным программированием чуть-чуть и участвовал в олимпиадках разных. И как бы, ну вот просто оттуда я просто решил, мне сказали, вот будет такая штука. А в начале семестра нагрузки еще большой нет, в начале первого семестра, там можно чуть-чуть в начале почирить, и я решил поучаствовать в Кубке. Ну так просто. Круто. То есть готовиться за неделю до мероприятия особого смысла, естественно, в этом нет. Спортивное программирование, им нужно заниматься, постоянно решать задачи, постоянно учить алгоритмы. Ну то есть ты, наверное, ну как регулярно, там, не знаю, участвовал в соревнованиях на CodeForces, может быть, да, или что-то подобное. В CodeForces я сидел, да, на АСМП, естественно. Ну и так. Больше всего мне нравились, конечно, чуть другой формат олимпиады, но он такой, не знаю даже, как он называется. А ты участвовал в весеннем Кубке по программированию? Нет, в весеннем я не участвовал, у меня не было времени, я занимался этими сетями, проходил там одно тестирование, и мне нужно было в короткий срок сделать достаточно много, и я решил не распыляться, поэтому не участвовал. Поняла. Но он длится 5 часов, то это практически минус день. Да, я согласна. Вот, но если что, ты можешь, и также ребята, кто нас смотрит, могут посмотреть разбор этих задач, если интересно, и тоже как-то вовлечь себя в спортивное программирование у нас в группе X не явники. Вот. И вот в Хакатоне ты принимал участие. Как ты решил принять участие в Хакатоне? Как вы собрали команду? Не знаю. Как это произошло? Ну, с командой было достаточно просто. Вот нас ходило 3 человека к Трофимову как по проектной практике, по нейронкам, а Хакатон был как раз по Машлёрну. И мы такие, вот, ну, ну вот, вот наша команда. И нет, мы еще нашли одного человека, который должен был выполнять функции дизайнера в основном. Ну, то есть там всякие, это же Хакатон, там не только должно быть. Ну, в общем, как я узнал о Хакатоне? В МИФИ проходил московский Хакатон, ну, то есть вот в Москве. Но он был не совсем Хакатон, потому что там времени меньше, и нельзя было на ночь остаться. В Хакатонах я раньше никогда не участвовал. И наш преподаватель по информатике, я, к сожалению, не помню инициал, и помню, что его Чугунков, короче, вот, он на первом семестре у нас вел. И он сказал то, что это все фигня, вот, езжайте в Обнинск, типа, если хотите. А и мы такие, ну, не сгонять ли нам в Обнинск, типа? Ну, и вот. Ну, в итоге мы Хакатон проиграли достаточно сильно. Мы мало чего там сделали, потому что там, ну, там была задача, мы взять, там было несколько задач, одна была по обработке изображений, мы взяли задачу другую. Там нужно было проанализировать выделяющиеся, как же они называются. Ну, в общем, всплески. Нужно было найти, предсказывать всплески по различным параметрам системы, аномалии, вот, предсказывать аномалии по различным параметрам системы. Ну, и мы тогда понятия не имели, как это решать, если честно. Но сейчас, на самом деле, я уже примерно, даже не примерно, представляю, как это можно решить. Так что это прикольно. Ну, Хакатон мне понравился, да. Да, супер. Ну, это был как раз-таки опыт, и в дальнейшем ты уже сможешь больше, больше ты получаешь информации, больше знаний, а значит, затем, возможно, и будут победы. Это очень круто. Возможно. И давай последний вопрос. Какой совет ты можешь дать нашим абитуриентам? То есть, вот, в данной ситуации и в будущем уже в университете применимый. Главный совет, это, как я уже сказал, читать учебные планы и не слушать то, что говорят в приёмке. Да. Как-то так. Это прям вот главное. Остальное, ну, не стоит отчаиваться, если тебе кажется, что ты поступил не туда. Просто я знаю некоторых таких людей, типа, не стоит отчаиваться. То есть, ты всё равно можешь, я уверен, я не знаю точно, но я уверен и я хочу верить, что даже поступив не туда, случайно или не случайно, ты можешь учиться, можешь развиваться и, в общем, вперёд. Да, да. Главный бот. Ты абсолютно полностью можешь реализовать себя, независимо от того, в каком университете ты учишься, потому что тебя определяют не тот университет, в котором ты учишься, а твои собственные знания, накопленные за эти года учёбы, так сказать, и твоё собственное развитие, саморазвитие себя в этом направлении. Правильно? Не, я думаю, что ты согласен. Вот. Ну, я, наверное, да. Я хочу в это верить. Супер. И у нас людей как раз прибавляется к концу. Возможно, кто-то хочет задать какие-то вопросы, запись будет. И сейчас я скажу немного важной информации, пока кто-то, может быть, задаёт вопрос. В этом году на программную инженерию осуществляется набор на 30 мест. И минимальные баллы, которые вам нужно набрать по математике, это 68, по физике 60, и по русскому 55 баллов для прохождения на направление. И вы можете ориентироваться на проходной балл прошлого года, который составил 289 баллов. Пока вот такая информация. Возможно, кто-то ещё задаёт вопросы. Мы можем немножко подождать. Вот. В целом, мы закончили. Немножечко начали с опозданием. Но всё прошло успешно. Вот. Извиняюсь, возможно, за такой лак. Так, вот. Я надеюсь, тебя это не сильно потревожило. Ну что, у нас сервера на лекциях и семинарах ещё сильнее лагают мифические сервера наши. Ну, бывают мифические. Надеюсь, на экзамене такого не будет. Да. Ладно, вопросов пока не пришло. Но я думаю, что после того, как вы посмотрите эту запись в IGTV, возможно, кто-то сможет задать вопросы тебе лично. И также вы можете задавать вопросы в группу IGTV и в Директ в Инстаграме. Всё. Спасибо тебе большое за прямой эфир. Вот. Хороших тебе выходных и подготовки к сессии. И вообще хорошей сессии. Вот. Всё. Спасибо. Давай. Пока-пока. Спасибо, что вы привыкли. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok